Всем доброго времени суток и добро пожаловать на восьмой урок моей авторской видео школы игры на русской гармонии. С вами, как и всегда, Иван Фатин и я сразу перехожу к анонсу сегодняшнего урока. Итак, первое. Еще раз проработаем с вами корабельники. Кое-кто сталкивался с некоторыми трудностями в этом произведении, так что надо их подробненько разобрать. Далее, второе. У вас новая гамма появляется. Гамма трезвучиями. И третье. Будет усложнение частушек и будет знакомство со страданиями, которые так любят большинство гармонистов. Итак, вступление растягивать не будем, так что переходим к основной части нашего урока. После того, как вышел седьмой урок, некоторые из вас написали мне про несколько моментов, которые нам нужно с вами сегодня подробно обсудить. Первый вопрос касался аппликатуры. Некоторые были недовольны тем, что нужно доставать большой палец из-за грифа. Вроде как можно сыграть все корабельники нашими основными четырьмя пальцами. Да, можно. Но вам нужно хорошо научиться пользоваться большим пальцем. Он не является вспомогательным. Он такой же основной и полноправный участник нашей игры, как и все остальные пальцы. Второй вопрос. Нужно ли убирать обратно потом большой палец? Вот с того, как мы им сыграли. Да, конечно, нужно. И еще был такой интересный вопрос. За сколько времени можно выучить корабельники, чтобы спокойно играть? Здесь все полностью зависит от вас. Если следовать моим рекомендациям, то не более чем за месяц. А теперь давайте ответим на все эти вопросы более детально. Прошу вас сразу открыть перед собой ноты корабельников. Так вам будет намного проще вникать в происходящее. Начнем с нашего большого пальца. Для некоторых этот момент был крайне непривычным. Я сказал вам о том, что наш большой палец мы вынимаем тогда, когда держим ноту до в третьем такте. Давайте доиграем до него. И здесь мы вынимаем большой палец. До этого момента он находится за грифом. Если для вас этот пункт был очень трудоемок, то достаньте большой палец на звучащей ноте ми, которую мы нажимаем третьим пальцем. Я покажу. И здесь достаем большой палец. И далее мы будем уже следовать по порядку. Но, внимание, переучивать не надо тем, у кого получается играть, доставая первый палец на ноте до. Далее, после того, как мы сыграли ноту ля первым пальцем, мы переходим на ноту ми второй октавы. И здесь же на этой ноте убираем обратно за гриф наш первый палец. Вообще, привыкайте к тому, что первый палец без дел на клавиатуре у вас не находится. Мы достаем его по необходимости. Давайте я покажу данный момент еще раз. Далее снова мы доходим до ноты ми. И тоже сразу можем достать большой палец и сыграть последние такты куплета. И переходить на припев. При этом на первой же ноте припева сразу убираем большой палец. Далее все по такому же принципу. Давайте я еще раз вам покажу все это от начала до конца со счетом слух. Раз и два и раз и два и раз и два и раз и два. В целом, каких-либо других сложностей здесь нет. Если выполнять мои рекомендации относительно того, что нужно учить все по кускам, а не играть всю песню от начала до конца, вам все это не будет таким сложным. И я бы хотел отдельно ответить на ваш третий вопрос. О том, за какой период времени можно выучить корабейники до мелодичного исполнения. Здесь есть два момента. Если до того, как заниматься по моим урокам, вы никогда не держали гармонию в руках, то если вы следуете всем моим рекомендациям, то примерно за месяц вы добьетесь вот такого вот исполнения. Субтитры создавал DimaTorzok Это средний показатель по темпу и по исполнению. У некоторых из вас может получаться быстрее и более насыщенно иметь звук. Но вот по поводу свободного исполнения, чтобы можно было петь, играть, не думать о нотах, не думать о том, когда мы достаем большой палец и убираем его обратно, это уже немножко другой вопрос. Это от трех месяцев до года. Выучить ноты не такая большая проблема. А вот выучить так, чтобы играть свободно, это уже другой вопрос. Выучить 10-15 произведений за год реально, а вот добиться совершенства исполнения на это потребуется больше времени. Что я понимаю под совершенством исполнения? Давайте возьмем те же самые карабинники, я их сыграю свободно, как я их могу в принципе сыграть, не думая о нотах и каких-то других производных моментах. Субтитры создавал DimaTorzok Вот это уже более свободное исполнение, но на это, как я сказал вам, уже потребуется немножко больше времени. Надеюсь, что я смог подробно ответить вам на все ваши вопросы, и мы можем переходить к основной части нашего занятия. Сегодня я буду знакомить вас с новой гаммой. Мы будем учиться играть трезвучиями. Трезвучия – это аккорд, состоящий из трех звуков. А аккорд, соответственно, это минимум три звука, нажатых одновременно. То есть трезвучия – это самый простой в нашей музыкальной жизни аккорд. Как вы помните, когда перед нами два звука – это интервал. Единственный интервал на текущий момент, который мы знаем – это терция. Трезвучия как раз состоят по терциям, так что нам будет несколько проще. Давайте поближе познакомимся с трезвучиями и попробуем построить трезвучия от ноты до. Трезвучия, напомню вам, строится по терциям. То есть от ноты до, через одну ноту у нас до, следующая нота ми, через одну, через одну от ми будет нота соль. Итого у нас получается до, ми, соль. Трезвучия. Если вы в нотах видите слипшиеся ноты, слипшиеся звуки, или как бы они сложены в одну стопку, значит они играются одновременно. Я думаю, здесь вам это достаточно понятно. Безусловно, это не будет понятно тем, кто случайно забрел на этот достаточно уже поздний урок и не смотрел все уроки сначала. Так что, если это действительно так, то рекомендую вам посмотреть уроки сначала, и тогда вам все будет намного понятнее, все расставится по своим местам. Теперь то же самое. Трезвучия строим от ноты Ре. Ре через одну Фа, через одну Ля. И у нас получается трезвучия Ре, Фа, Ля. Да, надеюсь, что со строением трезвучия все понятно. Можем переходить к игре на гармонии. Перед тем, как играть сразу по три звука, предлагаю вам сыграть гамму, уже более чем известную каждому из вас, гамму до мажор. Но в данном случае, сейчас мы будем играть ее одним, лишь только вторым пальцем. Давайте я сыграю ее вам в одну октаву, туда и обратно, а потом попробуйте вы. Самое главное в данном случае, прочувствовать, как идет наш второй палец. При движении вверх, обратите внимание, нота До. Затем нота Ре находится рядом, но чуть выше по грифу. Затем нота Ми находится вниз, по диагонали от ноты Ре. Далее нота Па, также рядом, чуть выше и так далее. Далее, когда мы дошли уже до ноты До, здесь принцип такой же, только наоборот. До, нота Си находится у нас чуть-чуть ниже и рядом, потом Ля по диагонали вниз и так далее. Шаг за шагом мы спускаемся до первой октавы. Еще раз показываю все медленно. Теперь, прямо сейчас остановите это видео и попробуйте сыграть гамму До мажор в одну октаву туда и обратно, вверх и вниз. Используя только второй палец. Пробуйте. Теперь мы можем переходить непосредственно к трезвучиям. Трезвучие играть на гармоне очень просто. В разы проще, чем, например, на баяне или фортепиано. Так как ряды у нас строятся по терциям, а трезвучие тоже строится по терциям. То мы просто ставим второй палец на ноты До, и следующая нота у нас по терциям, как раз нота Ми. У нас третий палец, на ноту Соль ставим четвертый палец. Нажимаем все три звука сразу. Готово. Вы сыграли первое трезвучие. Далее трезвучие от ноты Ре. Также ставим три пальца вертикально. Готово. Обязательно нажимайте сразу три звука одновременно. Далее все то же самое от Ми, Фа и доходим до ноты До второй октавы. Затем вниз. Давайте я вам все покажу. А теперь остановите видео и сыграйте гамму трезвучиями в одну октаву. Обязательно следите за тем, чтобы все три звука при каждом новом трезвучии нажимались одновременно. Это важно. Пробуйте. Теперь я кое-что вам поясню. Изначально я вам дал сыграть гамму До мажор одним лишь только вторым пальцем. Потому что второй палец играет точно такую же роль, как и при игре трезвучиями. На нем всегда основной звук. С него всегда начинается наш трезвучие. И если на текущий момент после проигрывания гаммы уже трезвучиями у вас не возникло проблем с переходом от одного трезвучия к другому, то можете сразу теперь играть не одним пальцем, а сразу трезвучиями. И еще. Вы можете не ограничиваться одной октавой. Вы можете играть до конца клавиатуры нашу гамму трезвучиями. От этого вам будет только плюс. Самое главное следить за правильностью исполнения. Теперь, когда с упражнениями покончены, вопросы по прошлому уроку остались позади, предлагаю вам переходить к основной теме восьмого урока. Сразу хочу заметить, что все то, что мы с вами учим, иногда повторяйте. Не давайте пальцем забыть и сломить все ваши старания. Когда вы только начали осваивать инструмент, к слову сказать, только начали, это первые три года освоения. Как бы вы ни занимались, есть риск потерять все ваши навыки просто потому, что вы не повторяете то, что играли, например, месяц назад. Одно-два проигрывания произведений, которые вы играли в прошлом, поможет вам сэкономить ваше время в будущем. Сегодня мы с вами будем повторять частушку, которую мы с вами учили на третьем уроке. Но это уже будет совершенно другая частушка. Более разнообразная и интересная. Здесь вам очень поможет гамма в терцию и хорошо проработанный пятый урок с вариантами цыганочки. На основе нового варианта частушек мы с вами будем знакомиться со страданиями. Поехали! Посмотрите, пожалуйста, на эти ноты. Это та же самая частушка, которую вы играли на третьем уроке. Разница состоит лишь в том, что вы играли в первой октаве правую руку, сейчас мы будем играть во второй октаве. Басы у нас указаны не в четвертях, а восьмыми нотами. В основном все то же самое. Ноты остались такими же, даже размер не поменялся. Сейчас не смотрите сразу на вторую строчку, пускай она вас не пугает. И еще. Как всегда, в дополнительных материалах вы можете скачать печатные ноты. Еще лучшим вариантом будет распечатать их. Если вам необходимо, проанализируйте самостоятельно ноты данной частушки, данного варианта частушки. И начнем играть сразу двумя руками. Сначала показываю вам первую строчку медленно и безусловно с отсчетом вслух, так как длительности басу поменялись. Раз, три, два, три. Раз, три, два, три. Раз, три, два, три. Раз, три, два, три. Сейчас вам нужно проиграть первую строчку частушки медленно и с отсчетом вслух двумя руками. Если кому-либо будет крайне тяжело играть сразу двумя руками, то рекомендую вам проиграть сначала несколько раз каждой рукой отдельно. Сначала левой рукой, потом правой рукой. Но уверен, что у большинства из вас получится сыграть сразу частушку, первую строчку двумя руками. И, кстати, почему же мы с вами играем во второй октаве? Все потому, что со временем мы учимся украшать мелодическую линию различными вариациями, аккордами, интервалами. И если мы играем во второй октаве, то у нас куча возможностей, чтобы подняться вверх по клавиатуре или спуститься вниз. А если мы играем в первой октаве, то наши возможности по украшению сильно ограничены. Прямо сейчас остановите видео и проиграйте несколько раз первую строчку частушки двумя руками или каждую руку отдельно. Пробуйте. Теперь переходим с вами ко второй строчке. В левой руке у нас ничего не поменялось, все абсолютно то же самое. В правой руке в целом все то же самое, только играть мы с вами будем в терцию. Если до этого момента вы регулярно прорабатывали гамму в терцию, сыграть эту строчку вам не составит никакого труда. Но, чтобы не получилось так, чтобы я оставил вас один на один с этим новым введением, предлагаю сначала сыграть правой рукой, медленно и с отсчетом вслух вторую строчку. Сейчас все покажу. До этого момента мы с вами играли просто. Фа, фа, ми, ре, ре, до. Теперь мы сохраняем прежнюю аппликатуру и просто добавляем терцию наверху. То есть присоединяем пятый палец при игре на втором ряду и третий палец при игре на первом ряду. И получается ровно то, что написано в нотах. Играем медленно и с отсчетом вслух. Раз, и, два, и, раз, и, два, и, раз, и, два, и, раз, и, два, и, раз, и, два, и. Теперь остановите видео и проиграйте этот отрезок правой рукой со счетом вслух. Пробуйте. Далее соединяем вторую строчку медленно и со счетом вслух. Показываю. Раз, и, два, и, 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 раз, и, два, и. Можете попробовать А самым смелым я предлагаю сразу сыграть от начала до конца и первую и вторую строчку Также медленно и с отсчетом слух Показываю Прямо сейчас остановите видео и попробуйте сыграть всю частушку в мажоре Медленно и с отсчетом слух Если кому-то сразу будет тяжело играть две строчки То сыграйте сначала отдельно первую строчку и отдельно вторую строчку А затем соедините Пробуйте Когда мы сыграли первую часть нашей частушки в мажоре Прошу вас обратить внимание на эти ноты Нашей частушки в миноре И вроде бы как все то же самое И длительность те же, и размер тоже, и позиция та же Но это совершенно другие ноты Здесь левая рука у нас начинается с ноты ре второго ряда И в целом вся данная частушка будет играться на втором ряду в басу Ре, ля, ми мажор и снова ля минор Вторая строчка та же самая А в правой руке мы будем начинать с ноты ре второй октавы Несмотря на это, обратите внимание, у нас абсолютно такой же ритмический рисунок И в целом мы играем в той же позиции Сейчас я все покажу поближе Начнем с правой руки Если в первой части мы играли с вами с ноты фа второй октавы То здесь мы с вами будем играть с ноты ре второй октавы Смотрим Раз и два и 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 Теперь мы также сохраняем прежнюю аппликатуру и просто добавляем терцию наверху То есть присоединяем пятый палец при игре на втором ряду и третий палец при игре на первом ряду Абсолютно так же, как у нас и было в первой мажорной части И получается ровно то, что написано в нотах Играем медленно и со счетом слух Раз и два и раз и два и раз и два Теперь попробуйте вы проиграть вторую минорную часть частушки правой рукой медленно и с отсчетом слуха от начала до конца. Пробуйте. Теперь мы можем соединять двумя руками наш минорный вариант частушки. Сначала показываю, а потом играете уже вы. Сразу можем играть двумя руками, потому что в левой руке нет ничего сложного. Просто мы играем не на третьем ряду, а на втором ряду. Показываю. Прямо сейчас остановите видео и проиграйте минорную часть частушки от начала до конца двумя руками. Пробуйте. Сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть, а я в свою очередь покажу и расскажу, какой практический толк вам от этого урока. Возможно, многие из вас зададутся вопросом, зачем, мол, учить еще раз частушку, мы уже ее прошли на третьем уроке, надо двигаться дальше. Но, во-первых, важен постоянный рост и развитие в обучении. Во-вторых, вам не нужно просто выучить какой-то набор звуков, а нужно научиться с ними дружить и взаимодействовать. Поэтому предлагаю вам послушать сейчас несколько частушек в моем исполнении и понаблюдать за тем, как я играю. Обещаю, что я не буду нарушать те построения, которые я вам дал, буду лишь менять элитмический рисунок, темп и, возможно, динамику. Давайте попробуем, что из этого получится. Занимаюсь на гитаре, брякаю по струнам, а соседи помогают, и спушат по трупам. Моя милочка красотка, все завидуют, друзья, хорошо они не видят, что пауку вижу я. Гармонист у вас хороший, гармонист у вас хороший, целемся все девчата и чайку ему дадим. Для тех, кто не просто наслаждался частушками, а еще и смотрел за тем, что я играю, возможно, заметили о том, что я ничего не добавлял нового. Я не добавлял каких-то сложных аккордов, сложных вариаций. Я играл только те ноты, которые мы с вами изучили сегодня. Но при этом добавлял различные ритмические рисунки, темп был намного быстрее, но в целом все осталось то же самое. Но при этом частушки не должны обязательно быть быстрыми. То же самое мы можем сыграть медленно. Давайте, например, я покажу одну. Моя милочка, красоты, все завидуют, друзья, хорошо они не видят, что поутру вижу я. Пускай она не звучит так же задорно, но при этом даже в более медленном темпе мы вполне ее можем петь. Все варианты, которые я сейчас сыграл, я предложу отдельно вам в дополнительных материалах. Папка будет называться «Мир частушек». Так что в качестве дополнения к домашнему заданию предлагаю вам выбрать те варианты, которые устроят именно вас и выручить их конкретно для себя. А сейчас мы переходим с вами к другой разновидности частушек. Это страдания. Страдания – это, в общем-то, тоже частушки, просто один из их неоднозначных подвидов. Просто потому, что с точки зрения фольклора, страдания – это частушки медленные, лиричные о любви или о бытии. А с точки зрения практики гармонистов – это достаточно задорные и веселые музыкальные композиции, которые часто вообще не сопровождаются каким-либо текстом. Просто играют их, играют, играют, играют. Это просто музыка. Но сегодня мы с вами остановимся на страданиях, которые с точки зрения фольклора все-таки более медленные. И заодно они нам помогут освоить новый штрих на басах. Так что давайте переходим сразу к изучению на гармошке. Берем гармошку и открываем ноты из дополнительных материалов. И поехали! Если вы обратите внимание на ноты наших страданий, в целом ноты, что в левой руке, что в правой руке, точно такие же, как в минорной частушке. Абсолютно. Но в правой руке у нас здесь присутствует другой ритмический рисунок, а в левой руке другой способ исполнения. Давайте я вам покажу, как это звучит. А потом перейдем с вами к детальному разбору. Итак, начинаем разбор с левой клавиатуры. Итак, первый такт. Как вы можете видеть в нотах, у нас в первом такте, как и в последующих тактах, первая нота это бас. Все остальные аккорды. То есть аппликатура у нас будет следующая. Третий, второй, 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 второй. И снова третий, второй, второй, второй. И так далее. Но при этом первый бас у нас связан с лигой, с последующим аккордом. Как это играется? Показываю. Раз. И. Два. И. Лига здесь означает как бы присоединение к последующему за басом аккорду. То есть на полный счет раз мы держим бас, и на И мы приплюсовываем к басу аккорд и затем снимаем их одновременно. Последующие за ним два аккорда мы просто играем отдельно, как и всегда. Показываю. Раз. И. Два. И. Обратите внимание еще раз. На счет раз я нажимаю бас. На счет И. Я приплюсовываю аккорд и сразу одновременно их снимаю. Сейчас остановите видео и сыграйте несколько раз первый такт левой рукой. Постарайтесь опробовать новый штрих в деле. Важный момент, на который я должен обратить ваше внимание. Бас у нас именно приплюсовывается к аккорду, а стало быть снимается он только вместе с ним. Пробуйте. Теперь давайте с вами проиграем всю левую руку наших страданий. Показываю медленно и с отсчетом вслух. Раз. И. Два. И. Раз. И. Два. П. Раз. Два. П. Раз. Если у вас совсем не будет получаться такой штрих, то берите его частотой подходов, а не количеством часов. То есть пробуйте данный штрих минут по 5-10 за ваше самостоятельное занятие, а не сидите только с ним по несколько часов. Рано или поздно он обязательно получится. А если все же не получается, можно играть пока что отдельно. Остановите видео и проиграйте полностью левую руку наших страданий от начала и до конца. Пробуйте. Как я уже сегодня говорил, страдания с точки зрения фольклора это более медленные и лиричные частушки. Так вот, чтобы придать большую глубину звуку и большую насыщенность, гармонисты часто применяют такой прием на левой клавиатуре, когда первый бас ликуется с последующим аккордом, а остальные аккорды играются отдельно. Такое применяется и в страданиях, и, например, в вальсах очень часто. Так что вам он будет очень полезен. Данный прием не сложный, он просто другой. Заметьте то, что изначально вам нон-легато, то есть отдельно на левой клавиатуре тоже было играть тяжело. И к этому привыкнуть и ничего страшного. Те страдания, которые мы сегодня с вами проходим, они не являются универсальными. Страданий существует великое множество, по крайней мере в России. Даже на Украине их тоже достаточно много. Итак, они не универсальны, но дают вам понимание, какими они могут быть. А вот частушки, которые мы с вами учим уже, можно играть и можно с ними петь. Но играть и петь это непросто. Это тоже потребует от вас времени. Теперь смотрим с вами правую руку. И поскольку, как вы видите, там нет ничего сложного, там точно такие же ноты, как в минорной части частушки, просто после первой четверти добавляется две восьмых, а не одна четверть. Так что давайте сразу будем пробовать играть двумя руками. Показываю. Раз, три, два, три. Раз, три, два, три. Раз, три, два, три. А теперь остановить это видео и попробуйте самостоятельно сыграть двумя руками наши страдания. Пробуйте. Переходим с вами к домашнему заданию. Тем, у кого еще остались недоработанные моменты в коробейниках, обязательно все доработайте, потому что коробейники уже должны превращаться в песню из просто набора звуков. Если у кого-то из вас появляются вопросы или появились уже вопросы по обучению, вы можете написать мне лично все контакты, указанные в описании к каждому уроку. Второе. Гамма-трезвучиями. Играть минимум в одну октаву вверх и вниз. Напоминаю, что трезвучиями мы играем обязательно нажатием всех трех звуков сразу одновременно. Если вы не перелетаете с аккорда на аккорд и промахиваетесь, поиграйте сначала гамму до мажор одним только вторым пальцем. Когда привыкнете к расположению нот, присоедините ко второму пальцу третий и четвертый, получится трезвучия. Трезвучия, напомню еще раз, обязательно нужно играть одновременным нажатием всех трех нот сразу. Третье. Выучить мажорные и минорные частушки во второй октаве. На текущий момент играть их можно отдельно. Если захотите, из папки мир частушек в дополнительных материалах, вы можете взять еще варианты частушек и набрать их в свой арсенал, так сказать. Слово скажу, если кто-то из вас захочет петь сразу, то лучше петь с мажорным вариантом, а минорный вариант частушки использовать на отыгрыш или проигрыш. Проигрыш или отыгрыш это то, что между текстом на мажорной части поете, минорную часть просто играете. Дальше четвертое. Страдания. Самая главная задача выучить новый штрих в басу и играть их ровно. Страдания. Двумя руками. Чтобы получалось ровно двумя руками, обязательно считать вслух. Пятое. Отдельно хочу сказать о мехе. Мех меняется по умолчанию у нас раз в два такта. Почти везде. О других моментах буду говорить позднее. Главное, самое главное, не меняйте мех на звуки. И еще постарайтесь тянуть его чуть-чуть сильнее. На текущий момент вы должны играть всегда на форте. Я думаю, что вы уже должны знать, что это такое у нас форте. Перед тем, как мы закончим, у меня есть один к вам вопрос. Даже два вопроса есть. Первый. Какие произведения вы хотели бы, чтобы мы разбирали в рамках школы? И второй вопрос. Все ли понятно по дополнительным материалам? И все ли используют их для обучения? На этой прекрасной ноте я желаю вам мажорного аккорта и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!